Мария Эмилия Выбор я сделаю за тебя. Ты можешь провести Новый год со своей семьёй в своём доме. А Рождество будет нашим праздником. Только ты и я. Привет! Привет, любовь моя. Индейка сейчас будет готова. Что я ей скажу? Какую отговорку придумаю? Мерседес. Да, мама. Иди, убирайся со столиков. Она испортила наш маленький праздник. Как она целуется. Какой замечательный вкус у её губ. Не обижай меня. Чем, интересно, я тебя обижаю? Я не позволю тебе. Это я не позволю тебе на меня кричать. Панчито. Опять ты называешь меня этим дурацким прозвищем. Америка продюксионес. Ты меня раздражаешь. Что? Ты следишь за мной. Кричишь. Хватит, мне надоело. Не надо ни индейки, ни десерта, ничего. Я ухожу. И не жди меня к ужину. Панчито. Панчито. Накрывать стол? Боже мой. Что случилось? Он ушёл, Инесс? Франциска не будет с нами ужинать. Он ушёл. Ушёл. Не понимаю. Почему хозяин ушёл? Куда? Мы поссорились, Инесс. Он был такой странный. Вспылил, накричал на меня и ушёл. Из-за чего вы поссорились? Не знаю. Я даже не помню, с чего всё началось. Из-за какой-то ерунды. Я назвала его Толстячком. Но ведь я его всегда так называю. А потом я... Правда, я... Я не понимаю, что случилось. Он вернётся. Нет, Инесс. Он сказал, что не вернётся. Это он сгоряча. Не переживайте. Обычная семейная перепалка. Вы нервничаете из-за приготовлений к ужину. Но сказали что-то не то. Нет, Инесс. Я тут ни при чём. Это он начал ссору. Я ни в чём не виновата, Инесс. Ну, не важно, кто виноват. Он тоже нервничает. Вы же знаете, он весь день работает. У него много дел. Судящий день для ссор. В семье должны царить мир и любовь. Так что, простите его, сеньора Иоланда. Помилитесь, когда он вернётся. Он не вернётся, Инесс. Мы бы не ждали его к ужину. Ну, мало ли, что можно сказать в ярости. Сеньор Франциско не может уйти из дома на Рождество. Он придёт и будет дома. Со своей семьёй. Ведь он так любит свой дом. Так что всё будет хорошо. Он изменился, Инесс. Мой муж стал другим. Понимаешь? Мне кажется... Не переживайте, прошу вас. Вот увидите, он вернётся. Обязательно вернётся. Мама, я уже завернула все подарки. Ёлка украшена. Как вкусно пахнет. Это яблочный соус, который обожает папа. А разве он не дома? Я видела, как он пришёл. Он, наверное, зашёл к соседям, к дяде. Ясно. Ой, им нужно накрыть на стол. Я сделаю это сама. Нет, подожди меня, я хочу помочь. Я сейчас вернусь. Господи. Знаете, сеньора, я ведь, возможно, права. Да. Сеньор Франциско может быть у Бресенья. Хотите, я схожу и спрошу у них. Нет. Нет, подожди. Я схожу к ним. Он разозлится. Он считает, что я за ним слежу. Что ж, даже не верится, что всё это происходит сегодня. Но не расстраивайтесь. Он вернётся, вот увидите. Да. Да, о боже. Он должен вернуться. Нет, нет, на меня не рассчитывай. Бабушка, прошу тебя, пожалуйста. Счастливо оставаться? Моника, возьми меня с собой. У меня есть новое платье. Качество не бог весь какое, но... Прошу, не отказывай. Знаешь, что она придумала? Хочешь, чтобы я пошла с ней на обед к соседям? Я не выношу этих шумных, вульгарных людишек. Бабушка, раньше ты говорила... Нет, нет, нет. Ни за что. Это унизительно. Я не пойду. А тебя наверняка пригласили в дом к благородным людям. Это так здорово. Решено, я иду с тобой. Хорошо? Когда начнём праздновать... Вы ничего не знаете, сеньорита? О чём ты? У нас неприятности. Что случилось? Не знаю, но у всех расстроенный вид. Хозяева ссорились. Но я не люблю сплетничать. Извините. Извините. Что это? Вино. Ваш отец велел принести его сюда. Куда поставить? Поставь там. Вынуть бутылки. Ты считаешь, это должна сделать я? Думаешь, ты круче всех? Ты действительно такой, каким себя воображаешь? Приблизительно. Да. А я думаю, это дохвальство. Если хочешь проверить, я готов тебе показать, что значит настоящий мужчина. Пойду переоденусь. Пойду переоденусь. Подожди меня. Нет, нет, бабушка. Извини, я не могу тебя взять. Почему? Одним гостем больше, одним меньше. Сегодня я не в гости иду, бабушка, а в ночной клуб. Там будет много народу, невероятный шум. А ты уже в возрасте. Нет, бабушка, не настаивай, пожалуйста. К тому же я не знаю, сколько там пробуду. Если я решу задержаться, ты измучаешься. Оставайся здесь. Вижу, ни в кому до меня нет дела. Нет, бабушка, не говори так. Здесь тебе будет спокойнее. Завтра я тебе обо всем расскажу. Пока, сестричка. Веселого Рождества. Видишь? Твоя сестра знает, как занять достойное место. Она настоящая парда Фигероа. Она не приспосабливается, как ты, и не водит дружбу со всяким ничтожеством. Не говори так, бабушка. Мы соберемся у Хенероса, проведем время в окружении близких нам людей. Обед будет скромным. Но мы будем все вместе. Нам будет хорошо и весело. Бабушка, пойдем. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Лучше я останусь одна, чем проведу вечер с этими простолюдинами. Но соглашайся, пожалуйста. Если ты не пойдешь, мне будет очень-очень грустно. Сделай это ради меня. Нет. Тебе совершенно не до меня дела. Бабушка. Какая тебе радость от такой старухи, как я. Тебе и всем остальным. Я буду вам обузой. Как ты можешь так говорить? Я тебя люблю, бабушка. Очень-очень-очень-очень-очень люблю. Так, ты придешь сегодня в гости к Геннеросе, бабушка. Правда? Да? Ты согласна? Не говори глупости. Член семьи Парда Фигероа не может сидеть за столом с плебеями. Никогда. Бабушка, ты же останешься одна. Не настаивай. Ты меня не переубедишь. Я не пойду. Нет и еще раз нет. Мы все продали Гучо. Ничего не осталось. Да, хоть и пришлось сбросить цену. Мы выручили неплохие деньги. Я к Хуаните. Ты со мной? Нет. Мне надо кое-что сделать. Мне сюда. Сюда? Да, я зайду в ломбард. Пока. Пока.